Всем привет! Вы на канале Bad Polygon. И сегодня у нас урок пиротехники от Ego Moto. Так что всем любителям красивых взрывов и клубов густого дыма самое время взять руки-мышь и поколдовать в блендере. Друзья, никаких ссылок на референсы и исходники с архивами в описании я выкладывать не буду. В описании будет только ссылка на оригинальный урок. Там, собственно, автор и обещал все выложить. А еще там будут ссылки на мой канал и группу в Telegram. Заходите, присоединяйтесь. На русский язык переведено и озвучено Bad Polygon. Привет всем! Меня зовут Ego Moto. И в этом видео я объясню свой подход к созданию взрывов в блендер, используя этот взрыв в качестве примера. Я знаю, что это выглядит обобщенно, но это должно облегчить решение всех распространенных проблем, с которыми я сталкиваюсь, когда делаю пиро взрывы в блендер. Кроме того, общие взрывы не совсем бесполезны. Во-первых, убедитесь, что у вас есть адекватные референсы и что у вас есть относительно четкое представление о том, что вы собираетесь делать. Правильные движения очень важны, поэтому лучше использовать видео референс, но также не помешает использовать качественные изображения, чтобы получить общее представление о форме. Я даже использую 2D анимированные взрывы для этого. Так как они замороченно нарисованы, чтобы выглядеть эффектно и соответствовать сцене, они служат полезной идеей для общей эстетики симуляции. Просто, пожалуйста, забудьте о мелких деталях, когда вы смотрите на референс. Фокусировка на общей форме или движении намного важнее. Прежде чем мы начнем, я должен поговорить о том, насколько разные типы эмиттеров могут влиять на симуляцию. Как общее практическое правило, мыши-эмиттеры производят более чистую симуляцию, но в долгосрочной перспективе ее может быть немного сложнее контролировать. Эмиттеры частиц могут практически смоделировать симуляцию для вас, однако они могут привести к распаду дыма на множество независимых шлейфов, которые могут довольно легко испортить симуляцию. Другое дело – размер эмиттера. Я предпочитаю малые эмиттеры, потому что они просто испускают дым и позволяют симуляции развиваться в основном самостоятельно. Теперь есть случаи, когда малые эмиттеры просто невозможны, например, шлейфы дыма. И это трюки с эмиттерами. Очень трудно решить, какими они должны быть и как они должны вести себя для конкретной симуляции. На это нет универсального ответа, поэтому будьте готовы запустить одну и ту же сцену несколько раз, прежде чем сможете определить правильную настройку эмиттера для того, что вы ищете. В любом случае, начнем. Вот референсы, которым я сейчас следую. Эти два референса для движения, и этот для формы взрыва. Я также обращаю внимание на симуляцию CyberGelassi, сделанную в Гудине. Это просто для того, чтобы у меня было четкое представление о том, как должен себя вести дым. Я выбрал в качестве основного эмиттера быстрый движущийся мэш. Теперь вы можете определенно использовать частицы для этого вида симуляции. Я просто не хотел тратить много времени, пытаясь выяснить правильное движение частиц, поэтому вместо этого я выбрал мэш. После быстрого задымления сферы, я включил Initial Velocity и анимировал Surface Emission и Volume Emission, просто чтобы убрать с пути очень фундаментальное поведение эмиттера. Он не должен выделять дым непрерывно, это просто быстрый взрыв. Огонь не просто появляется, он имеет импульс от первоначального взрыва, чтобы создать впечатление, что существует наземная плоскость. Я включил Bottom в Border Collision домена. Добавил Fire, потому что это тот взрыв, который я ищу. Я увеличил Foil до двух. В этом решении не так уж много логики. Я просто хочу много огня и высокой температуры, чтобы способствовать форме грибного облака. В основном я набрасываю черновик с самых центральных аспектов симуляции. Многие значения, которые я использую в данный момент, довольно произвольно, в основном просто, исходя из предложения о том, что нужно для симуляции. Так что не думайте, что я полностью осознаю, как эти значения будут влиять на дым. Я вернусь к ним, когда почувствую, что их действительно нужно изменить. Возвращаясь к эмиттеру, я решил добавить к нему некоторую форму, заставив взрыв выглядеть более интересным, чем простой один шлейф. Я буду возвращаться к этому эмиттеру много раз, чтобы настроить его так, чтобы он создавал правильную форму. Это включает в себя много проб и ошибок. Нет инструкции по получению впечатляющего взрыва. Вы можете следовать некоторым общим рекомендациям, но вам будет трудно избежать непрерывного тестирования различных движений и конфигураций для эмиттера, различных настроек, физики и так далее. Здесь я просто ускорю видео, чтобы не тратить время. Теперь все изменения, которые я делаю, должны укрепить предполагаемую форму дыма, и мне не нужно зацикливаться только на домене или эмиттере. Как видите, я даже добавил поле силы ветра, которое, кстати, является действительно полезным силовым полем. Я видел много симуляций, которые выглядят слишком статичными, что может быть легко исправлено каким-то общим ветром. После того, как я подумал, что добился формы, я экспортировал предварительный просмотр, чтобы в реальном времени увидеть, как ведет себя симуляция. Это невероятно важно. Я юридически обязываю вас делать то же самое. То, что пять разных кадров симуляции выглядят хорошо, не означает, что финальная анимация будет. Так что просто визуализируйте некоторые из этих анимаций предварительного просмотра во время процесса, чтобы обнаружить и исправить любые проблемы. В этом случае я не был бы фанатом формы. Я думал бы, что ветер слишком сильный, поэтому я внес некоторые изменения. Здесь я хотел подчеркнуть движение грибных облаков, когда облако расширяется вверху и сходится внизу. Это довольно универсальное движение для любого нагретого газа в более холодной атмосфере. В симуляции уже есть этот вид движения. На самом деле, симуляция выполняет 90% работы там. Я просто хочу продвинуть это немного дальше. И для этого есть пара методов, которые я использую. Первый метод – силовое поле форс. Это не сильно повлияет на тороидальное движение, но может помочь внести ясность в форму взрыва, потянув в стороны шлейфа из-под него. Второй способ использования силового поля – магнетик. Когда вы используете отрицательное значение для его силы и перемещаете его прямо над струей, на которую хотите влиять, это приведет к тому, что облако будет с плющегося расширяться сверху. Однако, в зависимости от ситуации, это может повредить симуляцию, сделав ее намного более запутанной. Здесь я решил добавить силовое поле магнетик и увеличить коэффициент флоу, что возможно замелить взрыв по мере его развития. И поскольку эмиттер выглядел слишком идеальным, я решил добавить ему модификатор дисплейсмент. Теперь единственная вещь в силовых полях заключается в том, что они могут легко усложнить симуляцию, что значительно усложняет поиск неисправностей. Поэтому многие из них постарайтесь не добавлять. Я много чего говорил ранее и предполагал, верно? Что ж, общая форма все еще не совпадает, поэтому я снова настрою эмиттер. И, кроме того, дым выглядит как пара поднимающихся шлейфов. Если мы посмотрим на референсы, должно быть очевидно, что после основного грибного облака все еще остается некоторое количество остаточного дыма. Для этого я добавил второй эмиттер. Я не хотел, чтобы это выглядело так, будто из идеального круга испускается дым, поэтому я разбил его в форму. В этот момент я решил, что симуляция выглядит довольно хорошо для своего разрешения, если не слишком гладко. Я добавил Turbulence из Force Field и анимировал его положение, чтобы рисунок турбулентности не выглядел слишком статичным. Затем симуляция стала выглядеть намного ближе к тому, что я ожидал, поэтому большинство изменений здесь тривиальны. Я начал увеличивать Vorticity, чтобы увидеть, сколько турбулентности я мог добавить, прежде чем дым потерял свою обычную форму. Вначале никогда не стоит заботиться о деталях и турбулентности, хотя я также не рекомендую оставлять эти проблемы до самого конца. Конечно, вы не должны отвлекаться на мелкие детали, когда вы работаете над основами, но не мешало бы гарантировать, что когда вы наконец решите добавить детали, дым не расколется на тысячу безумных завитков. Детали никогда не должны разрушать существующую структуру. К сожалению, увеличение вихря действительно заставило дым потерять немного ясности в его форме, но не слишком сильно. Я подумал, что было бы легко вытянуть немного этой избыточной пыли с помощью Force из Force Field. Проблема в том, что по умолчанию это всенаправленное силовое поле, которое может привести к сжатию всего облака. Итак, чтобы исправить это, я обычно устанавливаю ком в параметре Shape из раздела Falloff и включаю некоторые из этих минимальных максимальных расстояний и углов, чтобы увидеть, что именно делает Force, а затем перевернуть его вверх дном, чтобы он вытягивал дым в правильном направлении. После этого я просто анимирую его, чтобы следовать за облаком и надеяться на лучшее. Я подумал, что это сработало довольно хорошо, поэтому я решил, наконец, переключить свое внимание на добавление деталей. Для этого я подумал, что очень распространенный метод должен работать. Этот процесс включает в себя три поля турбулентных сил с турбулентностью разного размера, чтобы добавить различные уровни детализации дыма. Большие, средние и мелкие детали. Многие люди, кажется, недооценивают важность деталей крупного и среднего масштаба. Это первые детали, которые заметит зритель, поэтому убедитесь, что они выглядят хорошо. Нам не следует слишком сильно беспокоиться о мелких деталях, особенно когда вверх турбулентность все равно сделает для вас всю большую часть этой работы. Теперь часть симуляции на этом почти завершена. Я просто добавил дополнительное разрешение, потому что симуляция была обрезана границами домена. Я также подготовился к процессу шейдинга, добавив некую вариацию цвета в эмиттерах. Обычно это хорошая идея, чтобы убедиться, что симуляция не выглядит слишком, наверное, скучной. И я надеюсь, вы поняли суть. Я также включил эвейвлет турбулентность, чтобы иметь представление о деталях при шейдинге. Наконец для шейдинга. Я решил использовать референс на заднем плане вместе с HDR-освещением. Все это необязательно. Я просто очень плохо обращаю внимание на референс, так что крик на моем лице прямо за симуляцией вероятно сработает. Я небольшой поклонник шейдера Принц с пылтволом. Я не думаю, что это дает много контроля, поэтому я всегда использую оригинальный метод создания дымового шейдера. Я добавил шейдер Volum Scatter. И поскольку он сам по себе не поглощает свет, объединил его с шейдером Volum Absorption. И так далее. Здесь нет ничего особенно отличного, кроме нода Brightness Contrast для резкости и Color Ramp для того, чтобы я вручную отредактировал цвет дыма. Я настроил несколько параметров рендера, чтобы дым рендерился быстрее и рассеивал свет. После того, как все было настроено, нужно было подогнать цвет, плотность и резкость близко к референсу. Существует некоторая наука о цвете дыма, но нет необходимости быть полностью точным. Для меня, если это выглядит хорошо, это хорошо. Просто убедитесь, что это достаточно близко к референсу. Что-то, что вредит правдоподобности, это невероятно острый и густой дым. Дело в том, что даже пироклассический поток обладает видимой степенью мягкости. Если вам трудно запечатлеть некоторые мелкие детали, это может быть связано с разрешением, а не с плотностью дыма. Я думал, что дым был слишком равномерно резким, поэтому добавил некие вариации. Однако мне не понравился результат, поэтому я вместо этого добавил Gradient Texture, чтобы диктовать это изменение контраста. Я добавил анимированную пустую область и использовал ее координаты для перемещения градиента, чтобы он адаптировался к расширяющемуся облаку в симуляции. Затем я перешел к огню. Я не пытаюсь делать что-нибудь действительно сложное здесь. На самом деле, наиболее сложной частью этого является Color Ramp для плотности пламени. Огонь имеет тенденцию выглядеть невероятно детализированным, поэтому попытка запечатлеть это, не заставляя симуляцию выглядеть странно в разных частях анимации, является сложной задачей. Но в конце концов я получил результат, который мне понравился. Еще одна особенность огня – то, что он яркий, поэтому он должен рассеивать много света по сцене. Но увеличение объемных световых отскоков может быть рискованным шагом для времени рендеринга. Хороший обходной путь, чтобы огонь казался зрителю определенной яркости, но ярче, чем дым. Для этого я продублировал математические ноты, нота, отвечающий за умножение яркости огня, увеличил его силу, смешал его с исходным математическим нодом и использовал нот Light Path. Это должно было сообщить ноду Mix, что камера будет видеть огонь только с интенсивностью 20, а все остальное будет получать свет от огня, как если бы он имел интенсивность 40. Это должно создать впечатление, что много света рассеивается, но не делая огонь невероятно ярким для камеры. После всего этого я сделал несколько небольших корректировок и все закончил, выполнив бэкинг нойза с окончательным разрешением. Итак, симуляция завершена, но еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, это нереально выглядящее начало. Часто, в то время, как дым все еще находится в начальных кадрах, все еще генерируется, это может выглядеть очень нереально. В этих случаях, например, изменение имитации дыма путем добавления еще одного эмиттера может привести к полному изменению формы дыма. Вместо этого, я предлагаю вам добавить еще один домен с собственной настройкой эмиттера, предназначенный только для того, чтобы начало взрыва выглядело хорошо. Просто убедитесь, что рассеяние высоко и более убедительно, а также слегка сдвиньте этот домен в любом направлении, чтобы избежать сбоев в перекрывающихся емкостях. Использование нескольких доменов может быть невероятно полезным, особенно при работе с более сложными симуляциями. И это подводит нас к концу урока. Файлы проекта для этого видео и любой другой симуляции на экране в данный момент находятся в бесплатной общедоступной публикации Payton. Ссылка на это есть в описании. Спасибо всем за внимание и особая благодарность всем моим подписчикам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok